Здравствуйте! В эфире программа «Патруль» и я ее ведущий Александр Петрушин. Угнал машину и попался пьяным. Около 30 водителей лишились права управления авто. Результаты сплошных проверок в ТУВе. ДТП со смертельным исходом и незаконный оборот наркотиков. Все это и не только в сегодняшнем выпуске. Поехали! Просим откликнуться очевидцев ДТП, случившегося 18 апреля 2019 года на трассе Кызыл-Абакан, Перевал Солнечный, между автомобилями Нива, Росгвардия и Хёндай. Телефон 8-905-920-07-65 и 8-923-265-0503. Город Кызыл, улица Береговая, дом 33. КАМАЗ бил женщину. Страшная новость в минувшие дни облетела всю республику. На улице Шахтерская, поселка Каахем, произошел наезд на пешехода. Сотрудники полиции установили, что 33-летний водитель КАМАЗа, двигаясь в сторону Кызыл-Абил 42-летнюю женщину, пересекавшую проезжую часть на нерегулируемом пешеходном переходе. От тяжести полученных ранений пешеход скончался на месте происшествия. В отношении водителя следователем возбуждено уголовное дело. ГИБДД настоятельно советует водителям снижать скорость движения перед пешеходным переходом и перекрестками в местах расположения образовательных учреждений, где возможен неожиданный выход пешеходов на проезжую часть. Кроме того, при движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости, пешеходам рекомендуется иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителям транспортных средств. Сотрудники ГИБДД Кызыла задержали нетрезвого водителя, который находился за рулем похищенной машины. 23 сентября в дежурную часть полиции Улухемского района обратился местный житель. Мужчина заявил, что ночью 21 сентября неизвестный тайно похитил его авто марки «Хонда Аккорд», стоявшую во дворе его дома. После проверки заявления следователями возбуждено уголовное дело – кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину. Сотрудники полиции установили местонахождение машины заявителя. Она оказалась помещенной на штрафную стоянку в Кызыле. После разбирательств установлено, что заявитель передал ключи от авто своему знакомому, которому необходимо было съездить на Чабанскую стоянку. Однако до Чабанской стоянки он не доехал. Машину похитили. Сотрудники полиции установили, что ранее судимый житель Шаганара, похитив машину, поехал в Кызыл, где был задержан инспекторами ДПС за управлением в состоянии алкогольного опьянения. Задержанный помещен в спецприемник. При проведении допроса фигурант уголовного дела признался в содеянном. Похищенная машина изъята и передана владельцу. В настоящее время подозреваемый помещен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается. 4 октября в дежурную часть поступило сообщение о наезде на пешехода. Следственно-оперативной группой установлено, что 36-летний водитель автомобиля Тойота, двигаясь в сторону поселка Сукпак, сбил женщину, которая находилась на проезжей части. В результате ДТП пешеход, 58-летняя козылчанка, скончалась на месте. Женщина-пешеход была одета в одежду темной цветовой гаммы. Светоотражающие элементы на одежде отсутствовали. Есть действующий займ? Срежем ставку. Город Кызыл, улица Дружба, 157, улица Ленина, 53, улица Лапсанчапа, 40. Телефон 222-28. Быстрая езда захватывает дух, но иногда и жизнь. Вы готовы выиграть несколько секунд и подвергнуть опасности свою жизнь и жизнь пассажиров? Каждый день задерживают десятка нетрезвых водителей. Сколько молодых в жизни удалось спасти, а сколько нет. Рано или поздно каждый нетрезвый водитель приводит к смерти. Всегда. Знаете, какое ДТП носит больше всего жизней? Выезд на встречную полосу. На дороге нет сильных или смелых, есть лишь умные и глупые. Не мамины руки и не мягкая игрушка, а только детское удерживающее устройство способны сохранить жизнь вашему ребенку в случае дорожно-транспортного происшествия. Дайте автокреслу шанс спасти вашего малыша. Казалось бы, автокресло – это мелочь, но эта мелочь имеет огромное значение. Наибольшую опасность представляет собой автомобиль, который едет быстрее, чем способен думать ее водитель. Помните, беда редко приходит на скорости ниже 60 км в час. Чтобы быть в памяти детей завтра, нужно быть в их жизни сегодня. Взрослые, помните, вы явились на свет без запасных частей. В Туве за прошедшие выходные дни сотрудники ГИБДД задержали 25 нетрезвых водителей. Дорожные полицейские провели сплошные проверки водителей транспортных средств. Нарушения выявлялись как в ходе патрулирования, так и во время скрытого наблюдения. Молодому человеку за рулем черного ваза, так скажем, повезло. При прохождении медосвидетельствования алкоголь в крови не превысил допустимую норму. Но нам остается надеяться, что эта проверка стала для молодого человека уроком. И он впредь подумает, прежде чем сесть за руль в будущем состоянии алкогольного опьянения. А водитель этого авто на протяжении года полтора будет ходить пешком. Медосвидетельствование показало 0,33 промилле. Еще раз напоминаем, что управление автомобилем под шофе, помимо опасности, несущей как для пешеходов, так и для других водителей, несет за собой весьма большие расходы. А именно оплата за помещение авто на штрафную стоянку и последующие штрафные санкции. Учителя тоже люди и имеют право отдохнуть. Но не в этом случае. Преподаватель одной из кызыльских школ ехал домой после празднования Дня Учителя. Но его вовремя остановили сотрудники ДПС. От молодого человека исходил запах алкоголя. При прохождении медосвидетельствования подозрения подтвердились. Он пьян. Поведение человека, который должен быть примером для детей, оставляет желать лучшего. В Туве в результате опрокидывания микроавтобуса пострадали 8 человек. Днем 7 октября вблизи села Усть-Элегест произошло ДТП – опрокидывание авто. Следственно-оперативной группой установлено, что 66-летний мужчина, управляя Санг-Йонг-Истана, допустил опрокидывание автомобиля. По предварительным данным произошла разгерметизация заднего левого колеса. В результате аварии 8 человек были госпитализированы в республиканскую больницу. Шестерым пассажирам была оказана разовая медицинская помощь. Сотрудниками полиции установлено, что 66-летний козылчанин осуществлял перевозку пассажиров Тели-Козыл без специальной лицензии. Водитель пояснил, что пассажиров набрал через группу в одной из социальных сетей. Также при осмотре транспортного средства госавтоинспекторы выявили, что на передней оси автомобиля установлены колеса с летней резиной, на заднем – с зимней. Все рисунки протектора изношены. По фактам административных правонарушений сотрудниками госавтоинспекции составлены административные материалы. Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов. Управление транспортным средством при наличии неисправностей, при условии которых эксплуатация транспортного средства запрещена. Экс-глава Росавтодора Путове подозревается в получении крупной взятки. Дорожник уже находится под стражей, его имущество арестовано. Меру пресечения бывшему руководителю регионального Автодора избрал суд. Он отправил его в следственный изолятор. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере – 2 миллиона 300 тысяч рублей. По версии следствия, суть сделки с генеральным директором одной частной компании, название которой на данный момент не разглашается – подписание актов приемки по государственным контрактам плюс выдача подложных документов по заработным платам. Речь идет об эпизодах, которые растянулись почти на два года, начиная с 2011-го. Следователь ходатайствовал об аресте имущества бывшего руководителя, а также его родственников. Мужчине, отвечавшему в Туве за федеральную трассу М-54 с 2010-го года, грозит штраф до 5 миллионов рублей, либо срок до 15 лет. 6 октября на пульт оперативного дежурного Тувинского поискового спасательного отряда поступило сообщение от службы 112. Мужчину завалило землей. На место происшествия незамедлительно была направлена дежурная смена спасателей. По их приезду пострадавшего полностью завалило землей. Все произошло из-за того, что мужчина не поставил опалубку, когда копал траншею для трубопровода. И тем самым он пренебрег своей безопасностью. Мужчину извлекли в течение часа. Состояние удовлетворительное. После осмотра пострадавшего работниками скорой помощи медицинская помощь не потребовалась. На стационарном пасту Шевелик инспекторами ДПС из незаконного оборота изъято свыше килограмма наркотиков. 6 октября дорожными полицейскими для проверки была остановлена Тойота Виста. В ходе проверки документов водителя пассажир транспортного средства попытался что-то скрыть. Инспекторами ДПС было принято решение провести личный досмотр пассажира. Во время сопровождения в здании стационарного поста гражданин совершил сброс полиэтиленового пакета, внутри которого находился комок вещества неправильной формы, темного цвета с характерным запахом дикорастущей конопли. Сотрудники полиции установили личность мужчины. Им оказался житель города Кызыла, 1960 года рождения. Эксперт, прибывший на место происшествия, установил, что мужчина попытался избавиться от наркотического вещества, гашиша, весом свыше 7 граммов. Кроме того, при досмотре транспортного средства в багажнике автомобиля инспекторы ДПС обнаружили и изъяли бумажный мешок и стеклянную банку объемом 3 литра, внутри которых также находилось растение наркотического происхождения. Также вещество с характерным запахом дикорастущей конопли обнаружено в рукаве куртки, которая была спрятана в багажном отсеке. Экспертиза показала, что в транспортном средстве перевозилась марихуана общим весом более 1 килограмма 200 граммов. При выяснении обстоятельств 59-летний пассажир автомобиля дал признательные показания и пояснил, что наркотические вещества изготовил для собственного употребления. По данным фактам, в отношении 59-летнего козылчанина возбуждено два уголовных дела. На этом выпуск программы «Патруль» подошел к концу. И в заключении я напоминаю наши контакты. Адрес электронной почты и телефоны редакции на ваших экранах. Смотрите программу «Патруль» также на YouTube-канале «Тувинская единая служба информации». Теперь точно все. Берегите себя и своих близких. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин